Детворили историю, сидя верхом на коне. Королевские белые лошади Испанская школа верховой езды в Вене Оператор Доминик Жентиль Композитор Лоренц Розенталь Вена В прошлом резиденция Габсбургов в самом центре Европы Город пышного барокко и музыкальная столица Вена Испанская школа верховой езды Перед вами чистокровный лепициан Эту старейшую породу лошадей разводят и по сей день Лепициан служит человеку веками Он появился в результате длительной эволюции Предки лошадей появились 55 миллионов лет назад На заре доисторического периода Эоцена Карликовый предшественник современной лошади Известный как Геракотерия или Эогипиос Обитал на болотистых равнинах и питался фруктами и листвой С изменениями климата и окружающей среды Болота превратились в прерии И постепенно первобытные лошади приспособились к более грубой пище Они покинули прерии и объединились в табуны Так у них было больше шансов спастись от преследования хищников и выжить Из-за сухой земли боковые части копыт постепенно стерлись Около 10 миллионов лет назад появился Плеохиппус – трехпалая лошадь Животные этого вида были размером с пони Они заселили все континенты Мигрировали через Берингов пролив из Америки в Азию и Европу Где их потомки живут до сих пор В Америке лошади вымерли во времена ледникового периода Лошадь Пржевальского – дикая лошадь – последнее звено в длинной цепочке эволюции Первые люди охотились на лошадей из-за мяса и шкур И лишь в позднем неолите, около четырех тысяч лет до нашей эры Они смогли приручить лошадей и ездить на них верхом Воины-всадники наводили ужас на врага Человек начал использовать животных в военных целях, как и все остальное И лошадь стала орудием убийства Так появилась конная знать Господа верхом, слуги пешком Субтитры создавал DimaTorzok Аравия – земля Магомета Пророк был большим любителем лошадей По легенде, он решил испытать своих питомцев на выносливость и преданность Целыми днями он держал их в заперти без еды и питья И когда животных, наконец, выпустили на волю, они ринулись к реке утолить жажду Пророк кликнул лошадей, и пять из них отделились от табуна и бросились к своему господину, преданно блестя глазами Магомет благословил их и назвал Аль-Ханша Аль-Ассул Аллах, что значит «пять пророков Аллаха» Они и стали прародительницами расы утонченных арабских скакунов Арабская порода появилась в Испании во времена нашествия мавров Монахи-картезианцы служили Господу и разводили лошадей Они скрестили арабских и испанских коней и вывели знаменитую породу андалузок серой масти Назвали их так в честь южной провинции Испании, откуда они родом За свои качества андалузские лошади прославились на всю Европу Они кроткие, выносливые, умные и преданные В Испании они даже принимают участие в кориде А быки отправляются на арену Пласа де Торос А быки отправляются на арену Пласа де Торос Корида на лошадях считается классическим конным искусством Испании Хотя это неоднозначный вопрос Безупречно выдрессированные лошади скачут перед разъяренным быком и дразнят его КОНЕЦ 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 Здесь разводят благородных лошадей белой масти, и мы любуемся, как на них горцуют всадники из испанской школы верховой езды. И здесь же они появляются на свет. Слабо мерцают два огонька. Большинство жеребят рождается ночью. У новорожденных лепецианов черный окрас. Характерный белый цвет они приобретут в промежуток от пяти до восьми лет. Появившиеся на свет жеребята окружены нежной заботой и бесконечной материнской любовью. А кобылицы, подчиняясь древнему инстинкту, ухаживают за детенышем, пока тот не встанет на ноги. КОНЕЦ 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 Наступает важный момент. Первый глоток молока – прививка для жеребенка от болезней и инфекций. КОНЕЦ КОНЕЦ Как и аристократам, жеребятам дают двойные клички по линии матери и отца. Например, Плута Теодораста или Мистоса Романа. Или Фавор Виртуоса. Окрепнув, молодняк учится правилам поведения в табуне. Идет время, жеребята становятся более независимыми и начинают интересоваться сверстниками. Порой же ребенок показывает свой норов. Прошло полгода, и кобылицы начинают приучать своих отпрысков к самостоятельности. Разлука с матерью неизбежна, ведь скоро у нее будет новое потомство. Она уже чувствует внутри себя жизнь. Вот-вот родится еще один же ребенок. На воле кобылы беременеют сразу после родов и жеребятся ежегодно. И так, для молодняка наступает время взросления. Здесь отвыкать от матери жеребцам помогают служители. На конном заводе «Пибер» весь молодняк загоняют в общее стойло. Вместе же ребятам будет не так тоскливо. Взрывы Взрывы С你们 Взрывы Так формируется новый табун и рождается чувство общности. Боль от разлуки длится всего несколько часов. К утру все забывается. Весна, пробуждение природы. С наступлением тепла жеребят охватывает радость. Субтитры создавал DimaTorzok Как прекрасно движение. Скачки на свежем воздухе развивают мускулы и закаляют сердце и легкие. Табун три года будет пастись на высокогорных лугах, окруженных лесами, почти в раю. Безобидная толкотня между играющим молодняком на самом деле является репетицией к серьезному соперничеству. Мы увидим те же движения, но только более четкие и элегантные, выполняемые по воле наездника в школе верховой езды. Для молодых жеребцов пришла пора найти свое место в табуне. Но вожаком станет только самый сильный и красивый. Субтитры создавал DimaTorzok Нападая, лошади бьют соперника копытами. Ноги помогают лошади выжить, поэтому обидчик чаще их атакует. А прижатые уши – признак агрессии. Необъезженные лошади могут существовать только в условиях дикой природы. Сейчас насчитывается 200 пород лошадей. В наше время сложился новый вид отношений между лошадью и человеком. Искусство выездки зародилось во времена Древней Греции. И укрепление традиций классической выездки является первостепенной задачей испанской школы в Вене. Вена – резиденция императоров и королей. Ее великолепие подчеркнуто пышностью барокко. Та же роскошь завещана и потомком школы верховой езды. В самом центре Вены находится Академия для лошадей. И прибытие молодых жеребцов с конного завода «Пибер» знаменует начало учебы. Бывшие дворцовые конюшни станут новым домом для самых талантливых лепицианов трехлеток. Здесь они начнут свою подготовку. А раз уж это Академия, то искусству верховой езды в заведение обучаются и лошади, и наездники. Здесь все кажется чужим. Но, познакомившись с соседями, можно найти нового друга. Занятия начинаются с раннего утра. В первом семестре жеребцы привыкают к рабочей обстановке. Спустя время наездники и лошади начинают работать вместе. Сегодня эта лошадь впервые почувствует седока. К седлу придется привыкать несколько месяцев. Так их готовят к следующему испытанию. Только через полгода можно стать полноправным наездником. Осторожная попытка. В первый раз лошадь почувствует вес человека. Главное в обучении – спокойствие. Спокойствие и внимание вознаграждаются. Лошадь с наездником трогаются с места. Жеребцы учатся у опытных наездников. И наоборот. Опытные лошади учат молодых всадников. Понадобится 8-10 лет, чтобы овладеть мастерством. Умение держаться в седле приходит со временем. Важен контроль над телом, равновесие и координация. Наездник обязан пройти курс обучения с жеребцом от начала до конца для подтверждения своей квалификации. Так начинается утро в школе. Обычная многолетняя практика. Философия обучения проста. Непрерывное движение к поставленной цели. Если потерять цель из виду, верный путь отыскать уже невозможно. Именно такой подход укрепляет традиции испанской школы верховой езды. Как в былые времена, так и по сей день наездники приветствуют императора Карла VI, основателя роскошной школы. Даже если наездник стал мастером своего дела, он все равно продолжает учиться, помогая своим коллегам. Секреты высшей школы передаются в устной форме. Из поколения в поколение. Чтобы натренировать лошадь, требуется 8-10 лет. Визитной карточкой высшей школы является пиафе – короткий шаг на месте. В природе лошади применяют его для устрашения соперника. Здесь есть своя система поощрений. Как мы уже знаем, классическая выездка основана на естественных для животных движениях. А каждодневные тренировки только оттачивают их. Вот так они поворачиваются. Пиафе и пиафе-пируэт. Пиафе и пиафе-пируэт. Фирменный знак испанской школы верховой езды. Это уникальное заведение не раз переживало трудные времена. В конце Второй мировой войны его будущее оказалось под угрозой. Школа верховой езды едва не прекратила свое существование. 1945 год. 45-й год. Последние дни войны. Европа в руинах. Многие города превратились в груды щебня. Воздушные налеты на Вену. В последние минуты жеребцов удалось эвакуировать из горящего города и отвезти на запад, подальше от наступающей советской армии, в городок Сен-Мартин в Верхней Австрии. Кобыл и жеребят лепицианов со всей Европы отвезли в Хастау в Богемии. Но опасность еще не миновала. На Ялтинской встрече премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Делано Рузвельт достигли соглашения с Иосифом Сталином о границах и сферах влияния. Армии союзников, наступая с Запада и Востока, должны были разгромить Германию и встретиться в условленном месте. Все лепицианы, и кобылы, и жеребята находились в Хастау, который по Ялтинскому соглашению отходил России. Красная армия приближалась с Востока, а американцы были рядом на Западе. Немецкий офицер тайно пересек линию фронта и направился к американцам, чтобы провести переговоры. Он надеялся заручиться гарантиями о помощи в передаче лепицианов на Запад, чтобы лошади не попали в руки Красной Армии. Он разыскал полк американской кавалерии, которым по чистой случайности командовал полковник Чарльз Рид, большой любитель лошадей из Техаса. Его полк только что поменял своих лошадей на танки. Все лошадники в мире говорят на одном языке, где бы они ни находились. Рид отправил своего офицера в Хастау, чтобы оценить обстановку. И одновременно телеграфировал генералу Джорджу Паттону с просьбой разрешить действовать. По воле судьбы Паттон тоже оказался опытным наездником и ответил – увози лошадей немедленно. Итак, Паттон прибыл в Сен-Мартин, где находились жеребцы из испанской школы верховой езды. Здесь никто даже не слышал об операции по спасению осажденных лошадей из Хастау. Генералу объяснили, как обстоят дела, и умоляли его вывести лепицианов из Хастау. Но опасность миновала. К тому времени операция «Ковбой» шла полным ходом. Американский кавалерист перевел через линию фронта сотни лепицианов. Благодаря успешно проведенной операции «Ковбой» бесценное наследие было сохранено. Американский кавалерист перевел через линию фронта сотни лепицианов. Предназначение лошадей – быть свободными. Лепицианы счастливы на воле. Всего век назад грации белых жеребцов испанской школы любовались только императорский двор и знать. И уже 500 лет со времен барокко здесь хранятся истинные традиции. Вот признание уникального достояния. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь все желающие могут побывать на представлении. Конечная цель классической выездки – создание произведения искусства на основе гармоничных отношений человека и лошади и слаженности движений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Среди всего прочего, по традиции или из суеверных соображений, принято, чтобы в представлении участвовал один абсолютно черный жеребец. Субтитры создавал DimaTorzok Наивысшее мастерство, когда лошадь придерживают шелковыми поводьями. Это самое сложное упражнение, но хорошо обученный жеребец выполнит его даже без наездника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Природа наделила лошадь силой и стремлением к движению. Законы высшей школы не противоречит законам природы. Хороший наездник будет только направлять ее. Лошадь не раб, а танцор, поддерживающий партнера в воздухе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди взяли на себя обязанность заботиться о лошадях. То, как мы обращаемся с ними, мирило нашей культуры. Гуманистические убеждения определяются степенью внимания и уважения к живым созданиям. Мы должны проявлять терпение и заботу, стараться понять, что чувствует лошадь, и не лишать ее индивидуальности. В этом заключается суть миссии Испанской школы верховой езды для тех, кто любит лошадей. Миссии лепицианов. Королевских белых лошадей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фильм, переведенный и озвучен компанией Первый ТВЧ. 2010 год. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ФИТАВКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует...